5 мая 2024 год. Удалили видео, только загрузил. Что такое? Что не нравится? Я не понимаю. Я рассказал про то, что о своих впечатлениях. У видео выставили россияне натовскую технику, которую захватили здесь в Украине, у себя там на площади где-то. Но это ладно. То есть люди не понимают, наверное, что это равноценно, как... Ну, я уже говорю, Гитлер бы в 41-м под Москвой захватил там Т-34 и припер бы его, поставил себя в Берлине на площадь. Вы нападающая сторона, россияне. Вы помните об этом? Что вы напали. То есть это, я же говорю, это все равно, что преступник там чикатило. Заскочил, над женщиной надругался, там, убил ее, снял с нее брошку, притащил и выложил на лужайки, выкладывая свои какие-то эти самые доказательства своей так называемые, блин, я не знаю, что они там пытаются доказать в такие моменты. То есть вы зачем? Он маньяк, с ним все понятно. А вы чего приходите и смотрите на это? Вы, вы, ну, вы понимаете, что вы такие же становитесь? Я понимаю, что если бы там жертва этого маньяка отбилась, бы отобрала нож у него там, и потом показывала этот нож, что вот, смотрите, вот я смогла одолеть такого, как Украина. Сейчас вторую армию мира тут на ноль умножают, да? Вспомним Керниса. Что такое хорошо, что такое плохо? Вам же, наверное, читали в детстве Чуковского там. Вы понимаете, что, ну, где ваша голова вообще? Вы туда детей ведете, там толпы людей. Я просто, я просто в шоке. Что вы за народ такой? Что у вас произошло в голове вашей? Вы напали на страну, вы аннексировали Крым, вы в 22-м году захватили там еще часть территории украинских. Временно, конечно. И то, что у ваших правителей в голове там что-то не в порядке, это же не значит, что вы должны этому способствовать и приходить, смотреть и радоваться. Где, где? Я в шоке просто. Ну, я же говорю, то есть, это просто уже просто силы природы против вас бутуют. У вас на Пасху, 5-го мая, выпадает снегопады. Ну, это как вообще? Ломая там деревья зеленые уже все. У вас не закончился потоп и начинаются пожары. Я в Бога не верю, но, по-моему, блин, это просто капец. Это проведение. Космос против вас борется, не знаю. Сама матушка природа. А что вы не притащите? Вот у меня там, ну, я сейчас объясню, как бы. Почему вот у меня на Наталью Жви в Харькове вашими градами подожгло в квартире там человек, который пережил Холокост, пережил концентрационные лагеря нацистские, но прилетевший российский град с Сыркуновой там лупили прямой наводкой, да? Грады, прилетевшие по Северной Салтовке, сожгли его в квартире. Вы не хотите там перенести то, что осталось, часть дома этого перенести? Или реконструкцию сделать, как вы сделаете, ну, всего реконструкцию, начиная с Гиркина, что он там реконструктор. Ну, нормально, вот, и показывать дети. Смотрите, как мы мало с этим. Откопать вот это в Мариуполе, как детей, которые там погребены заживо были, вашей авиабомбой, да, когда они спрятались в бомбоубежище. Вы их сейчас бетоном залит, ну, вы их можно так прям с бетоном прямо так привезите кусками, чтобы было видно там куски тела, и показывайте тоже. Ну, это ж, вы показываете, что вы уничтожили то оружие, которое против вас, от вас пытались защититься. Мы не ходили этой техникой в Москву, понимаете? Эта техника у нас была тут, в Украине. Мы пытаемся вурдалака этого от себя отбить, спастись от него. Мы понимаем, я понимаю, почему там женщина, которая отбилась от маньяка, может хвастаться от обранного этого маньяка ножом. Но чем хвастаетесь вы? Да, ну, уйдет Российская Федерация туда же, куда Советский Союз и Российская Империя. Слава Украине, все будет Украина. Не переймайтесь.